Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбо Макс, и сегодня мы поговорим о возможном конце эпохи подписки Xbox Live Gold. Буквально недавно Windows Center опубликовал кое-какую новость, опубликовал он, видимо, заранее, прежде чем это должно было объявиться официально, о том, что подписка Xbox Live Gold немножко, как сказать, видоизменится и будет называться теперь Xbox Game Pass Core. Сегодня мы об этом поговорим, поэтому перед началом видеоролика ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если вдруг у вас еще нет подписки и вы хотели бы приобрести либо ее, либо игры для Xbox, то можете обращаться к неоднократно проверенным ребятам из X-Games, у которых сейчас, кстати, проходит очень большая распродажа игр от Xbox, поэтому ссылочку оставлю в комментариях. Для тех, кто не знал, напомню, что подписка Xbox Live Gold это такая подписка, которая давала нам три вещи. Первое и самое основное это онлайн в играх, второе это дарило две, вернее сначала четыре, потом две, вернее сначала две, потом четыре, потом две игры по обратной совместимости, сначала 360, потом от Xbox One, и остались только от Xbox One, потому что игры по обратной совместимости, по их словам, они раздали все, которые могли. Ну, хотя это не так, но да ладно. Вот, и третье, что подписка нам давала, так это скидки на те или иные проекты по Xbox Live, ну, по Xbox Live, короче, для Xbox. В последнее время, честно говоря, подписка стала очень сильно проседать, потому что если же, так скажем, самой приятной фичей в этой подписке была подборка в виде двух бесплатных игр, то в последнее время, наверное, уже где-то года полтора, честно говоря, там подборки были такие себе, и если ты сравниваешь их напрямую с подборками PlayStation Plus, ты понимаешь, что там раздают, ну, прям самое дно, ну, чаще всего, вот, иногда раздают игры, которые уже давным-давно раздавали, а то и по два-три раза, вот, и, соответственно, как бы особого смысла в этой подписке, ну, просто не было, вот. Но Microsoft ее все равно дотянули до этого момента и тянут до сих пор, потому что подписка преобразуется, видимо, не сегодня, не завтра, а где-то с первого сентября. Опять же, все то, что мы обсуждаем, это слух, это не официальное заявление, но, скорее всего, это так, потому что... Потому что Windows Central так заанонсил, вот так вот. Соответственно, какой-то действительно надобности в данной подписке именно в старом формате действительно не было, особенно тогда, когда ее каждый раз сравнивают с PlayStation, и там она проигрывает. Но, опять же, скорее всего, с первого сентября Live Gold перестанет существовать и преобразится в новую подписку, которая будет, по сути, самым меньшим уровнем подписки Game Pass, и которая будет называться неким Core, ну, типа Xbox Game Pass Core. Честно говоря, не звучит, но, да ладно, пофиг на название, самое главное, ну, нужно посмотреть, что внутри. А внутри у нас этой подписки вот такие функции. Они практически как у Xbox Live Gold, то есть это доступ к мультиплееру, это какие-то скидки, да, на те или иные игры, там, каждую неделю. И самая отличительная особенность, как вы можете заметить на экране, это то, что у нас будут несколько, так скажем, список игр. Как вы уже поняли, их будет больше 25, и некоторый список игр вы можете посмотреть у вас на экране. Кстати, если вдруг вы хотите получить актуальную информацию, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку оставлю тоже в комментариях. Ну, а несмотря, опять же, на схожесть с подпиской PlayStation Plus, у которой была PlayStation Collection, у данной подписки данные игры будут меняться. Я пока не знаю, в каком количестве, не знаю, с какой периодичности, возможно, это будет раз в месяц, но так или иначе будет меняться. Вот, и недавно был слух о том, что в данную подписку, возможно, будут входить и эксклюзивные игры, самые новые, но только не с первого дня, как это бывает в обычной подписке Game Pass, а где-то не раньше, по-моему, 6 месяцев, если не ошибаюсь. Вот, так скажем, с таким форматом, ну, на самом деле, подписка выглядит достаточно прикольно, да, но все равно не особо классно, потому что ты можешь просто, я не знаю, заюзать подписку Game Pass, и у тебя будет и онлайн, и больше список игр, и, соответственно, зачем вообще брать Core, когда есть подписка Game Pass. Ну, не знаю, наверное, для тех, кто капец как хочет сэкономить, и для тех, кто просто хочет поиграть в мультиплеер. Почему? Потому что ценник на данную подписку не поменяется. Это, на самом деле, очень классно, потому что они, вроде как, дают больше, да, этой самой подпиской, но в то же время ценник не меняется, за это им большой респект. Но, единственное, стоит не забывать, что все-таки две бесплатных игры нам больше никто давать не будет. То есть, вот эта вот эпоха подборок с PlayStation Plus и Xbox Live Gold, она все. Эта эпоха, к сожалению, проходит, подходит к концу. Но, честно говоря, я даже не знал, когда в последний раз брал еще подборки по Live Gold, потому что, если раньше там раздавали всякие Battlefield, я не знаю, гирзуфоры, эксклюзивы, да, Xbox, тот же Sunset Overdrive, я помню, раздавали, по-моему, Dead Racing, Rise, все вот эти дела. А сейчас я даже не вспомню, когда была реально годная подборка Xbox Live Gold, потому что все, что раздавали, реально полная, вот, ну, не знаю, как бы, ну, ну, точно, короче, не удивишь. Простых игроков, которые, вот, любят какие-то хайп-проекты. Поэтому такой апгрейд кого-то порадует, кого-то нет, но, честно говоря, я, на самом деле, вот, лично я не особо вижу смысла в нем, потому что проще взять подписку Xbox Game Pass Ultimate, где у тебя будет абсолютно все и даже новые игры, потому что брать данную подписку ради каких-то прям мелочей-мелочей, ну, не знаю. Но лично для меня данный апгрейд, он, по сути, бессмысленен, потому что у меня лично подписка Game Pass Ultimate, я хочу получать абсолютно все игры в день релиза, да, которые от Microsoft, хотя мы давно нормального ничего не получали, кроме High Farage, кстати. Вот, но, так скажем, может быть, кому-то апгрейд зайдет, потому что вдруг кто-то не хочет платить больше, опять же, хочет просто кто-то играть в мультиплеер, тогда, да, эта подписка в целом, ну, наверное, человек устроит более чем. Тем более он будет получать список игр, обновляющийся список игр, да, и самое главное, чтобы, наверное, игры были прикольные, потому что если и туда будут засовывать вместо ААА-проектов какие-то индюхи, ну, не знаю, мне кажется, аудитория все равно не особо этому обрадуется. А, кстати, если вдруг посмотреть внимательно на ту самую картиночку, где и поясняется, что такое Xbox Game Pass Core, что такое Game Pass и в чем в целом отличие, какая цена, то можно заметить очень интересные детали. Ну, во-первых, то, что Xbox Game Pass Core, это все-таки тот же самый Xbox Live Gold по своей сути, поскольку именно эта подписка будет давать вам доступ к онлайн-режиму, без этой подписки вы просто не поиграете в онлайн. То есть, если вы думали, что с данной подпиской будет у вас выводиться бесплатно онлайн, нет, нет, еще раз нет. То есть, в любом случае, вам эта подписка нужна будет, а если и не нужна, то в любом случае вы должны оформиться, ну, до Xbox Game Pass Ultimate. Также можно заметить, что в целом от Game Pass отличается лишь 1 доллар, но, опять же, Game Pass, ну, просто Game Pass, он не дает вам доступ к мультиплееру, поэтому, если вы все-таки хотите играть во все и сразу, то лучше приобретайте Ultimate. И что очень удивительно для меня, это то, что Game Pass для ПК, он намного прикольнее, чем подписка Game Pass именно для консоли. Ценник у них плюс-минус одинаковый, на ПК даже на 1 доллар дешевле, но проблема в том, что для ПК не требуется онлайн для игры. И самое, что удивительное, помимо этого, еще для ПК входит месяц членства EA Play. То есть, на самом деле, я не понимаю, почему на самом деле Microsoft до сих пор поделила вот такую штуку, потому что если же они имеют в виду Xbox, то они имеют сейчас в виду и ПК, и Xbox, но почему-то консольщики должны платить больше. Соответственно, если тебе нужна подписка электроников, да, то ты должен приобрести Game Pass Ultimate, который уже от подписки ПК стоит аж на 7 баксов дороже. Вот, не знаю, на самом деле, почему они так решили, но раз они это не меняют, то, значит, всех это устраивает. В целом, вот такие вот изменения, я не знаю, на самом деле, хорошие они или плохие, потому что, ну, тут смотря с каким углом посмотреть, да, потому что, окей, ну, у нас отобрали два подарка, но в то же время ребятам дают больший список игр, в которые они могут, опять же, не приобретать подписку Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, и в то же время получать либо новиночки, да, после там 6 месяцев релиза, либо получать какой-то список игр, который будет постоянно меняться, да, скорее всего, это тоже будет один раз в месяц. Круто, да, нужно, ну, не знаю, потому что все равно предпочтительнее, да, подписка Ultimate, потому что те игры, которые раздаются, да, они иногда имеют мультиплеер, и без, опять же, мультиплеера, а именно без стоковой подписки Xbox Game Pass Core, или без Ultimate, вы просто в онлайн не поиграете. То есть здесь, наверное, самая такая не особо классная подписка будет, наверное, являться Game Pass простой, поскольку он, как раз-таки, доступ к мультиплееру, ну, просто не имеет. Вот. На самом деле, я хотел бы узнать ваше мнение насчет того, что вы думаете на этот счет, будете ли вы покупать Xbox Game Pass Core, если вы вдруг платили только за онлайн, да, и не думаете ли вы при этом переходить на подписку Xbox Game Pass Ultimate, вот. Вот. Интересно, конечно, будет это или нет, потому что вдруг это новость ради новости, да, а не кислу, хайп, который просто не реализуется в действительности, но в любом случае, такие вот изменения, они достаточно интересны, мне кажется, для игроков, да, и в целом просто для обсуждения. Вот. На этом видос все. Обязательно ставьте лайки, если вдруг он вам понравился, не забывайте подписываться на канал, и большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok